Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала. Совершенно простой декор пасхального яйца. У меня деревянная заготовка, купила я ее в Леонардо. Понадобится пара молдов, самозатвердевающая масса ДАС, клей ПВА, акриловый лак и патина у меня бронза. Яйцо я, как видите, разделила на 4 части. Также подставку я разделила на 4 части карандашиком. И по этой разметке я буду ориентироваться. Молд очень такой маленький, детальки все получаются маленькие, тоненькие. Поэтому можно, если будет плохо у вас выходить, можно смазать молд, например, вазелиновым маслом. Можно молд немножечко подсушить, он тогда полегче будет отсоединяться. Все такое, видите, крошечное. Яйцо смазываем обязательно клеем ПВА, и можно даже на 2 раза, потому что дерево очень хорошо впитывает. Сверху тоже прохожусь ПВА. Во-первых, лучше приклеивается, и масса становится такая гладенькая. Добавляю, вот видите, маленькие детальки, где у меня осталось местечко. На подставочку тоже делаю детальки небольшие. В общем-то, все сочетается нормально. Сверху на яйцо делаю такой же фрагмент, как вот у меня внизу, но только я его приподнимаю, ну, типа короны или диадемы. Вот так вот, видите, приподнимаю. И на вторую сторону я делаю такую же деталь, и сверху они у меня приклеиваются. Также все наклеиваю ПВА. Вот видите, все у меня приклеилось. Масса высохла за сутки. Теперь я все окрашиваю яйцо и подставку темно-коричневой краской. Сначала я прохожусь вот по фактурным деталям, хорошо их прокрашиваю, а потом все яйцо. Когда краска высохнет, теперь я наношу одношаговый кракелюр. Наносим его равномерным слоем. И слой должен быть и не толстый, и не тонкий. Здесь можно потренироваться где-нибудь, например, на каком-нибудь кусочке картона. Я подождала полчаса, как у меня написано на баночке. В общем-то, он должен, лак этот кракелюрный, подсохнуть, но не совсем. То есть пальчик прилипает. Вот тут помощник у меня прискакал. Прям что-то даже уронило у меня краску. Сейчас я вот в белую краску добавила капельку зеленой и капельку синей. И у меня получился нежно-мядный цвет. Наношу хаотичными движениями. Тоже надо постараться, чтобы слой был равномерный. Но у меня, как всегда, не очень получилось. Но в принципе, в конце смотрится неплохо все. И, например, второй мазок на первый нельзя делать. То есть не перекрывать первый слой вторым слоем краски. Иначе трещинки тоже не получатся. Тоненькой кисточкой потом подкрашиваю те места, где не достало. Вот прям слегка. И забыла сказать, краска должна быть матовой. Или я сказала, глянцевая не идет для каркелюра. Теперь я покрываю все яйцо акриловым лаком. Можете воспользоваться аэрозольным лаком, если у вас есть. Теперь, когда лак высох, я наношу последний шаг. Это у меня патина бронза. Называется патина или воск декоративный. Мне удобнее наносить пальцем. Кому как, кому кисточкой. Но кисточкой он где-то получается толще, где-то тоньше. В общем, мне не очень нравится. Наносится он обязательно на лак. Сверху его, эту патину, уже покрывать ничем не надо. Вот и все. Яйцо готово. Так что делайте, декорируйте. Скоро Пасха. Я сделаю целую композицию. Решила сделать. Я еще покрашу яички. Еще у меня будет медальон. Правда, со временем как-то не очень. Но постараюсь. Спасибо вам большое за просмотр. За ваши хорошие комментарии. Если что-то непонятно, обязательно пишите. Я всем все отвечу. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok